здравствуйте дорогие друзья мы с вами продолжаем курс лекций по литературе и сегодня мы поговорим о творчестве замечательного русского писателя мастера короткой прозы драматурга об антоне павловича чехове да это действительно значимый русский писатель конца 19 века конечно же вы его знаете наверняка по его небольшим юмористическим рассказом с драматической ноткой он умел до буквально на нескольких страницах передать особый конфликт выписать персонажей довольно колоритных ну и конечно же с юмором с веселостью да то есть необыкновенный он был конечно же гораздо на выдумку помимо коротких рассказов чехов прославился из своей драматургии многие его спектакли идут в театрах по сей день причем столичных театрах зарубежных театрах это повести конечно же вишневый сад дядя ваня чайка и многие другие собственно говоря какие особенности рассказов антона павловича чехова ну во первых это небольшой объем что конечно же плюс да то есть чехов не писал огромных произведений не писал романов подобно например льву толстому и достоевскому и некоторым другим он мастер короткой прозы многие его рассказы занимают буквально две-три страницы что конечно же на радость современных школьникам не нужно утруждать себя огромным чтением быстро прочитал но действительно это рассказы которые въедаются в нашу память кроме того эти рассказы совершенно разной тематики они поражают неистащимой выдумкой помимо кстати увлеченности литературой чехов был еще и врачом то есть и многие свои рассказы он конечно же брал из своей практики каких-то интересных случаев в том числе и рассказ о котором мы сегодня будем говорить хирургия вот что писали о чехове многие известные деятели например корней чуковский всех изумляла тогда именно эта свобода и легкость которой бьющие в нем через край могучая энергия творчества воплощалась несметное множество бесконечно разнообразных рассказов а вот что сказал лев николаевич толстой о котором мы говорили совсем недавно чехов несравненный художник это пушкин в прозе для многих эталоном поэзии считалась поэзия александра сергеевича пушкина его многочисленные стихотворения ну и конечно такой комплимент как это пушкин в позе это дорогого стоит господа собственно перейдем к рассказу хирургия что это за небольшой рассказ что за события в нем нас поджидают там всего два героя там всего одно небольшое событие но какое главный герой это сергей кузьмич курятин фельдшер он ведет прием в отсутствие доктора который уехал жениться и собственно говоря уже мы видим очередной прием у чехова это прием довольно таки излюбленный говорящие фамилии обратите внимание на фамилию курятин да мы знаем такое выражение о как курица лапой да когда человек что-то делает не очень здорово там например пишешь как курица лапой делаешь что-то как курица лапой да то есть тяп-ляп да то есть посмотрим как это фамилия оправдает себя в этом произведении собственно к нему на прием приходит дичок ефим вон мигласов обратите внимание фамилия такая да то есть порой трудно выговариваемая вон мигласов а что же происходит собственно говоря конечно же ефим вам вон мигласов не просто так пришел его мучает зубная боль и он обратился к фельдшеру который замещает врача чтобы тот ему как-то с этим помог тут конечно же масса уморительных замечательных эпизодов ну например есть эпизод о том как собственно вон мигласов рассказывает какими народными средствами он пытается лечиться и унять вот эту невыносимую зубную боль отец диакон велели водку с хреном прикладывать не помогло гликере анисимовна дай бог им здоровье дали на руку ниточку носить с афонсовой с афонской горы довели теплым молоком зуб полоскать а я признаться ниточку то на дело в отношении молока не соблюдал бога боюсь пост обратите внимание на такие весьма забавные моменты ну во первых да то есть конечно народные средства они действительно важны на но при наличии современной медицины многие народные средства они кажутся очень странными ну например конечно же допустим водка с хреном еще куда бы ни шло а вот на руку ниточку да с афонской горы это довольно таки интересно как оно поможет при зубной боли большой вопрос а второй момент конечно же связан с молоком да то есть полоскать молоком чтобы унять зубную боль но дело в том что это же дичок и тут интересный момент конечно же что он не может полоскать молоком потому что дескать пост он не может это делать, да, то есть молоко не полагается. Бога боится. А зубная боль беспокоит. Что предлагает, конечно же, наш фельдшер Курятин? Он предлагает вырвать зуб. Нет зуба, нет проблем, как говорится. Обратите внимание на то, как Ван Мегласов говорит с Курятином, да, то есть какие его речи. На то вы обучены, чтобы это дело понимать, как оно есть. Что вырвать, а что каплями или прочим чем. На то вы благодетели и поставлены. Дай Бог вам здоровья, чтобы мы за вас сденные ножны отцы родимые по гроб жизни. То есть он во всем полагается на него, да, то есть очень культурный, очень преисполненный вот этой благодарности. Обратите внимание, как оно будет в конце рассказа. Это тоже очень интересно. Благодетели вы наши. Нам, дуракам и невдомек, а вас Господь просветил. Отдельная история это, конечно же, Курятин. Я напоминаю, что он фельдшер, он не основной доктор. Он исполняет обязанности, потому что доктор уехал жениться. Но, как он рассказывает о этой хирургии, о том, как это вырвать зуб? Давайте прочитаем. Пустяки, скромничать, фельдшер, подходя к шкафу и роясь в инструментах. Ну, шкафу это, имеется в виду, шкаф, конечно же. Хирургия пустяки. Ну, тут во всем привычка, твердость руки, расплюнуть. На медне тоже, вот как и вы. Приезжает в больницу помещик Александр Иванович Египетский. Тоже с зубом. Человек образованный. А во всем расспрашивает, во всем входит, как и что. Руку пожимает по имени-отчеству. В Петербурге семь лет жил, всех профессоров перенюхал. Долго мы с ним тут. Христом Богом молят, вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич. А чего же не вырвать? Вырвать можно, только тут понимать надо, без понятия нельзя. Зубы разные бывают. Один рвешь щипцами, другой козьей ножкой, третий ключом. Кому как. Обратите внимание, как он. Хирургия это пустяки. Обратите внимание, что будет в конце. То есть, пустячковое ли это оказалось для него работным. Тоже интересный вариант. Еще, например, реплика. Сейчас моего того расплюнуть, десну подрезать, только тракцию сделать по вертикальной оси и все. Подрезывает десну и все. Как умничает, да, человек? Как пытается козырнуть знаниями. А что в итоге получается? К концу этой операции как ни тужился, ни пыжился, разругались доктор с пациентом и в итоге не вырвал фельдшер зуб, а только сломал его. Вот такая получилась акадия. Собственно говоря, что здесь высмеивает Антон Павлович Ехов? Он высмеивает вот эту вот некомпетентность, да, человеческую, что человек порой берется за ту работу, которую не умеет качественно выполнить. И здесь фельдшер понятное дело хотел помочь человеку, но при этом еще и хвастался, дескать, так, хвалился, пустяки, что тут взорвать, это расплюнуть, да, а в итоге что получилось? Вот такой довольно-таки занимательный рассказ. Надеюсь, с вами такого не случалось с современной стоматологией. Но вот такие бывают случаи. Конечно, многие рассказы Чехова, они написаны со случаев из жизни. И такие случаи абсурдные, парадоксальные, порой комичные. Они действительно происходили и происходят до сих пор. На этом наш урок окончен. Спасибо за внимание. До свидания.